Так, занимается уже вокалом и в коллективе Сузире, кто не знает, народный подсал Шоу Бэн Сузире. Вот, пару слов о себе и хотел бы услышать еще пару слов о тех людях, которые новенькие, кто сегодня пришли, для чего они пришли, что они хотят для себя понять, то есть какая цель и зачем им нужен в какой-то степени вокал. О себе могу рассказать, что я занимаюсь уже 9 лет вокалом у Елены Викторовны Апариной, скажем так, выпускник, старая школа. Вот, и начинал я с музыкальной школы, понимал, что там в какой-то степени эстрады, вокал не совсем, на 100% преподавали и относились к этому с тем чувством, с той душой, которая была вот на частных уроках имена Елены Викторовны. В 6 лет я занимался в музыкальной школе, то есть да, это классно было, сольфеджио, муз, литература, актерское мастерство, хореография. Но потом, вот когда речь пошла о том, куда же все-таки поступать, в технический институт или в театрале, или в искусство, победили родители и отправили меня в технический институт, вот, в политехнический. И, слава богу, здесь был, здесь есть дворец студентов, где был коллектив и есть сейчас Сузире. Как ты сюда попал? Был конкурс первокурсника, каждый мог проявить свой талант, спеть, танцевать, показать какую-то миниатюру. Я выбрал жанрный вокал, выбрал песню Фрэнка Синатра и Майуэй и занял первое место. Режиссер этого дворца студентов меня заметила, пригласила в вокальный коллектив, сказала, что нужно дальше заниматься. Как раз это был шестой год обучения в музыкальной школе, то есть нужно было выпускной класс, нужно было куда-то двигаться дальше. И по каким-то случайным или, может быть, таким обстоятельствам мы встретились с Еленой Викторовной и на первом уроке она меня прослушала, разбобила меня в пух и прах, сказала, что нет у меня ни слуха, ни ритма, ни голоса, но если хочешь добиться успеха, если хочешь, чтобы твой голос звучал, то нужно заниматься. Нужно заниматься систематически, нужно уделять этому времени хотя бы по полчаса, по часику в день. Помимо того, что у меня в голове должны были укладываться, это был первый курс, укладываться высшая математика, физика, химия, начередательная геометрия, нужно было еще уделять время как-то вокалу. А не только просто частные уроки, но мне еще нравилось, я загорелся заниматься в коллективе, то есть групповые занятия по вокалу, по хореографии. И помимо этого нужно было еще учить тот репертуар, который уже был. Тексты, песни, партии голосовые, то есть это все свалилось сразу в дне. И первые три года института я практически был как в курсе молодого братбойца. То есть в 8 утра посыпаюсь, в 10 вечера приезжаю домой. Жил я за городом, и тихо. И получается, что было много разочарований, было много конкурсов, на которых я просто был лауреатом, просто был участником. То есть, конечно, были обиды, были, скажем так, мысли такие, что может, стоит это все уже закончить, может быть, это все уже стоит поставить точку и просто подложить на верхнюю полку. Но я просто продолжал дальше заниматься. Я равнялся на своих коллективах, скажем так, в коллективе, у которых лучше получалось. Я на них рос. Я рос еще на хорошей музыке, то есть на той музыке, которая мне нравилась. И на третьем году, когда я занимался лауреатом, то есть я уже понимал, что я уже могу держать партию. Просто это из-за того, что мы учились, мы занимались индивидуально по сравнению с теми уроками, которые были в музыкальной школе. То есть тут совершенно был другой подход. Если я не спел, скажем так, одну строчку по нотам и правильной тонации, мы не шли дальше. То есть мы сидели на этой строчке несколько раз. Нужно было 20 раз петь эту строчку, мы пели 20 раз эту строчку. Нужно было, если за месяц, например, или за две недели мы выучили только один куплет-припев, ничего страшного. Зато он вылезан, зато мы понимаем, что следующий куплет-припев по мелодии, он такой же идентичен, как и первый. Вот, поэтому это был большой труд Елены Викторовны, ее терпение, потому что я был самым проблематичным учеником, скажем так. И вот третий год я не совсем понимал, то есть как все-таки брать верхнюю, как нужно, чтобы они звучали красиво, хорошо, легко, в то же время и легко, в то же время и объемно, решил попробовать себя в академике. То есть немножечко перефальфицировался, начали заниматься академическим вокалом. И я понял, что как раз здесь, ну это был мой плюс, конечно, я никого не призываю сейчас брать, идти в академику и через академику понимать эстраду. Нет, у каждого свой голос, он индивидуальный. И поэтому мы через академику поняли, как пять эстрад. И в это время, когда мы занимались академическим вокалом, у меня как раз появилась возможность отправиться, вот выпал контракт, работать вокалистом, хотя я еще был студентом политеха во Франции, работать в цирке вокалистами. То есть мы с супругой моей отправились на этот контракт, где мы работали 3-4 шоу в день. Шоу были с 10 утра и с 12 утра, и заканчивались они 8-9 вечерами. Было масса впечатлений, много эмоций, потому что все артисты были с разных стран мира, начиная с Бразилии и заканчивая Россией. И была очень дружественная обстановка, то есть никто палки в колеса не ставил, все, наоборот, друг другу помогали, все друг друга выручали. Путешествовали мы с одного города в другой, то есть это был цирк на колесах, цирк Шапидо. И, вернушись обратно, я уже летом закрыл свой диплом и отправился на следующий контракт, в Турцию, где мы работали в отелях, пели песни, начиная от 80-х, заканчивая современной музыкой. Программа здесь была в какой-то степени, с одной стороны, проще, так как нужно было работать всего лишь 1,5-2 часа, и в то же время с разней, потому что за эти 1,5-2 часа ты стоишь на сцене, и тебе очень редким исключением, тебе можно выйти или сделать какой-то перерыв, в зависимости от специфики отеля, то есть ты работал вот эти 1,5-2 часа. Естественно, репертуар разбивался, то есть нужно было минимум иметь в запасе где-то 30-35 песен на одного человека, потому что люди разные, могут заказать одно, могут попросить другое спеть. И тут как раз случился тот момент, когда нужно было понять, как все-таки перейти с академического вокала на эстраду. Начал пробовать, потому что мне не хватало репертуара для данной специфики работы, так как нужно было больше эстрады. Что я делал? Утром находил песню, тот же Johnny Begoode, тот же Elvis Presley, тот же Ласковый Май, тот же Леб с Натали «Самый лучший день», то есть Фрэнк Синатра, я никуда не уходил, конечно же, Мамба, Number Five, Sex Bone, то есть нужно было их интерпретировать и пробовать. То есть как есть, утром выучивал, днем репетировал, вечером уже показывал в отеле. И так день за днем я нарабатывал песни, конечно же, слова приходили чуточку позже, то есть выучка слов, но главное, нужно было знать мелодию, нужно было знать манеру, подачу звука. И за 2-3 недели я доучил эти песни опять же, то есть почему получалось мне уже выучивать песню за день, потому что вот был этот путь, когда мы могли год сидеть всего лишь на двух песнях, то есть вытачивать их по нотам, по голосу, по звуку, то есть потом, конечно же, любая песня, ну не любая, большинство популярной музыки выучивалось за тель мелодии, и дальше уже нарабатывалась манера. Вернувшись обратно в хайпер, я думал, что уже закончу с вокалом, пускай он будет просто лежать на полочке, это будет хобби, это будет просто коллектив, будут хотеть, то есть на репетиции какие-то будут концерты, хорошо. И устроился работать айтишником в компанию, проработал там 8 месяцев, и на 8 месяц понял, что я кроме ноутбука, кроме кода, кроме этого серого экрана ничего не вижу, то есть теряется контакт с супругой, и понимаю, что я не вижу красок в жизни, и нужно было что-то менять. На одном из сайтов по работе, то есть я нашел, скажем так, что можно дальше заниматься вокалом, можно дальше его преподавать, и сейчас я подрабатываю, скажем так, как и вокалистом и преподавателем вживую, так и преподавателем в онлайн. Поэтому, как-никак, все равно, как-никак, моя петля вокала все равно закрутилась, завертелась, и все равно меня привела в то место и в то время, где я сейчас нахожусь. Что хочу сказать, что если вы уже сюда пришли, значит, вы должны в какой-то степени отдавать себе ответственность ставить перед собой, что вы хотите чего-то научиться. То есть тут 50% будет зависеть от вас, и 50% будет зависеть от преподавателя. То есть ваше желание, ваша энергия. Да, можно будет, может быть, кричать, нужно будет в какой-то степени не по привычке вашей, да, то есть как-то говорить громко, петь, нужно будет как-то нагибаться и вот так кричать, может вот так нужно будет, ну, то есть, в общем, может быть, он гавкать, мы будем кричать, гавкать. То есть главное убрать этот зажим, убрать этот комплекс, который есть у вас, как у всех людей, у меня в том числе, то есть, ну, у кого-то их меньше, у кого-то их больше. По своему опыту скажу, что вокал немного раскрепощает, то есть он, ну, это идет даже в какой-то степени психосоматике, то есть если нужно будет открыть рот, если нужно будет зевнуть, то нужно будет это сделать. Это, наоборот, поможет вам для того, чтобы взять, например, верхние ноги, задержать тканью, то есть сделать так, как будто бы сейчас в животе такой прессы, кто-то вам сейчас ударит по нему. То есть вот это основы, с которых начинается вокал. Спасибо.